Утро на Елисея Участник шоу по имени Пим проходил тест торможения на скорости, но, к сожалению, он не справился с испытанием Автомобиль врезался в будку с ведущим и оператором. К счастью, обошлось без серьезных травм Человек против зверя Вы когда-нибудь задавались вопросом, кто сильнее, борец сумо или сам карангутанга? Кто быстрее ест, медведь или чемпион по поеданию хот-догов? Кто быстрее, жираф или атлет? Нет? А вот авторы телешоу «Человек против зверя» проверили все это и точно знают ответ Однако долго шоу не просуществовало Зоозащитники по обоснованным причинам были против такого формата Вдобавок к этому шоу было откровенно глупым и невероятно опасным Ярким примером этому стало противостояние индийского слона и сорока карликов Которые состязались с животным в перетягивании самолета Большие гонки Веселые старты, популярные в 30 странах мира, в том числе и России Многие со всей душой болели за соотечественников в больших гонках А накал страстей в финальном конкурсе горки сложно с чем-либо сравнить Дамы и господа, нас уже не догнать! Однако есть и опасная сторона у этой программы Страшный сон всех участников – бык В основном все обходились с легкими ушибами На месте дежурили медики и в случае чего оказывали оперативную помощь Чудаки! Эверест нелепости и опасности трюков – это шоу «Чудаки» В нем команда выполняла самые безумные испытания Некоторые выпуски предварялись предупреждением, что исполняемые трюки смертельно опасны Актеры, принимавшие участие в съемках, неоднократно получали переломы И все это ради потехи зрителей Японские шоу Но даже предыдущим ребятам не сравнится с мастерами абсурдных шоу Японцы давно стали лидерами этого направления Что-то выглядит забавным, как подъем по скользкой лестнице Или попытки съесть пастилу с резинкой на лице А некоторые испытания странные и опасные Например, находиться в прозрачном кубе, который пытается сломать медведь После такого страшно представить, что творится у японцев в головах И какие творческие шедевры они еще придумают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!